Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 3 апреля, неделя 4 Великого Поста, Крестопоклонная. Православная Церковь совершает память преподобного Иоанна Лесвичника, игумена Синайского. Преподобный Иоанн Лесвичник почитается Святой Церковью как великий подвижник и автор замечательного духовного творения, называемого Лесвицей. Поэтому преподобный и получил прозвание Лесвичника. А происхождение преподобного Иоанна почти не сохранилось сведений. Существует предание, что он родился около 570 года и был сыном святых Ксенофонта и Марии, память которых празднуется Церковью 26 января. В 16 лет утрок Иоанн пришел в Синайский монастырь. Наставником и руководителем преподобного стал Авва Мартири. После четырех лет пребывания на Синае святой Иоанн Лесвичник был пострижен в иночество. В один из присутствовавших при постриге Авва Стратегии предсказал, что он станет великим светильником Церкви Христовой. В течение 19 лет преподобный Иоанн подвязался в послушание своему духовному отцу. После смерти Аввы Мартирия преподобный Иоанн избрал отшельническую жизнь, удалившись в пустынное место, называемое Фола, где провел 40 лет в подвиге, безмолвии, поста, молитвы и покаянных слезах. Не случайно в Лествице преподобный Иоанн так говорит о слезах покаяния. Как огонь сожигает и уничтожает хворост, так чистая слеза омывает все нечистоты, наружные и внутренние. Сильная и действенна была его святая молитва. Об этом свидетельствует пример и житья угодника Божия. У преподобного Иоанна был ученик инок Моисей. Однажды наставник приказал своему ученику наносить в сад земли для грядок. Исполняя послушание, инок Моисей из-за сильного летнего зноя, прилег отдохнуть под тенью большого утеса. Преподобный Иоанн Лествичник находился в это время в своей келье и отдыхал после молитвенного труда. Внезапно ему явился муж почтенного вида и, разбудив святого подвижника, с упреком сказал, «Почему ты, Иоанн, спокойно отдыхаешь здесь, а Моисей находится в опасности?» Преподобный Иоанн тотчас пробудился и стал молиться за своего ученика. Когда его ученик возвратился вечером, преподобный спросил, не случилось ли с ним что-либо плохое. Инок ответил, «Нет, но я подвергся большой опасности. Меня едва не раздавил большой обломок камня, оторвавшийся от утеса, под которым я в полдень уснул. К счастью, мне представилось во сне, что ты зовешь меня. Я вскочил и бросился бежать, а в это время с шумом упал огромный камень на то самое место, с которого я убежал». Об образе жизни преподобного Иоанна известно, что питался он тем, что не запрещалось уставам постнической жизни, но умеренно. Не проводил ночей без сна, хотя спал не более того, сколько необходимо для поддержания сил, чтобы непрестанным бодрствованием не погубить ума. «Я не постился чрезмерно», — говорит он сам о себе, «и не предавался усиленному ночному бдению, не лежал на земле, но смирялся. И Господь скоро спас меня». Примечателен следующий пример смирения преподобного Иоанна Лествичника, «Одаренный высоким проницательным умом, умудренный глубоким духовным опытом, он с любовью получал всех приходивших к нему, руководя их ко спасению. Но когда явились некоторые по зависти упрекавшие его в многословие, которые они объясняли тщеславием, то преподобный Иоанн наложил на себя молчание, чтобы не подавать повода к осуждению, и безмолвствовал в течение года. Завистники осознали свое заблуждение и сами обратились к подвижнику с просьбой не лишать их духовной пользы собеседования. Скрывая свои подвиги от людей, преподобный Иоанн иногда уединялся в пещере, но слава о его святости распространилась далеко за пределы места подвигов, и к нему непрестанно приходили посетители всех званий и состояний, жаждавшие услышать слово назидания и спасения. В возрасте 75 лет, после 40-летнего подвижничества в уединении, преподобный был избран игуменом Синайской обители. Около четырех лет управлял преподобный Иоанн Лествичник святой обителью Синая. Господь наделил преподобного к концу его жизни благодатными дарами прозорливости и чудотворения. Во время управления монастырем по просьбе святого Иоанна игумена Раивского монастыря и была написана преподобным знаменитая лествица «Руководство для восхождения к духовному совершенству». Зная о мудрости и духовных дарованиях преподобного, Раивский игумен от лица всех иноков в своей обители просил написать для них истинное руководство для последующих неуклонно, и как бы лествицу утвержденную, которая желающих возводит до небесных врат. Преподобный Иоанн, отличавшийся скромным о себе мнением, сначала смутился, но затем из послушания приступил к исполнению просьбы Раивских иноков. Своё творение преподобный так и назвал «Лествица», объясняя название следующим образом. «Соорудил я лествицу восхождение от земного во святая во образ тридцати лет Господня в совершеннолетие, знаменательно соорудил лествицу из тридцати степеней, по которой, достигнув Господня возраста, окажемся праведными и безопасными от падения. Цель этого творения – научить, что достижение спасения требует от человека нелегкого самоотвержения и усиленных подвигов. «Лествица» предполагает, во-первых, очищение греховной нечистоты, искоренение пороков и страстей в ветхом человеке. Во-вторых, восстановление в человеке образа Божия. Хотя книга была написана для иноков, любой христианин, живущий в миру, получает в ней надежного путеводителя для восхождения к Богу, из толпы духовной жизни преподобный Феодор Студит, Сергий Радонежский, Иосиф Волоколамский и другие ссылались в своих наставлениях на лествицу как на лучшую книгу для спасительного руководства. Степение лествицы – это прихождение из силы в силу на пути стремления человека к совершенству, которое не вдруг, но только постепенно может быть достигаемо, ибо, по слову Спасителя, Царство Небесное силой берется и употребляющие усилия восхищают его. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых преподобного Якова Исповедника, епископа Катанского, преподобного Серафима Вырицкого, святителя Кирилла, епископа Катанского, святителя Фомы Константинопольского, патриарха, священномученика Владимира Веденского, пресвитера. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем тезаименитства. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето!